Фитнес для мозга или нейрофитнес? В головном мозге человека по разным оценкам более 100 миллиардов клеток. Ежедневно наш мозг генерирует более 70 тысяч мыслей, многие из которых мы практически сразу же забываем. Но каждый раз, когда мы что-то вспоминаем, в мозге образуются новые нейронные связи. Что же можно сделать, чтобы развить память, интеллект, творческие способности и когнитивные функции? Этим мы будем сегодня заниматься. В студии у нас нейропсихолог Елена Панкова. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, точнее, мы продолжаем этим заниматься. Наши постоянные зрители знают, что у нас прям целый цикл программ «Фитнес для мозга». И сегодня мы вновь будем говорить про осознанность. Вообще вот это такое модное слово сегодня. Но это не просто модное слово, а это правда, наверное, очень важный вещик. То есть нас призывают быть осознанными, мы хотим быть осознанными. А что за этим вообще стоит? Мы обычно живем в потоке своем, в потоке мыслей. Мы часто крутим одни и те же мысли. У нас есть привычные маршруты, привычные мысли. И мы в этом существуем. И это может в какой-то мере ухудшать качество нашей жизни. Мы с вами постоянно говорим, что мозг любит новое. Он любопытен. Ему нужно давать какие-то новые задачи и помогать ему выходить из этих вот кругов бесконечных наших мыслей. Например, один из способов, как это делать, это периодически останавливаться. Останавливать внутренний свой монолог, который у нас там, что-то там нам крутится. Ну, обычно что-нибудь еще, знаете, такое не очень хорошее какое-нибудь, что-то там, проблемы какие-то мы там внутри передумываем свои. Или проигрываем то, что уже произошло, и у нас какие-то такие сценарии в голове, а могло быть вот так, а вот лучше бы я вот так ответил. Или вот тут бы так отреагировал, или сделал бы по-другому. То есть вот такое часто включается, да. Так практически постоянно у нас в голове и происходит. Либо прошлое, либо мы за будущее переживаем. Как там что будет. В результате выпадаем из настоящего. Да, да. Поэтому как раз вы очень точно сказали, возвращаем себя в настоящее, в настоящий момент. Неважно, вы идете где-нибудь по привычному маршруту, либо вы сидите, может быть, где-то долго. Возвращаем себя в тело. Это очень быстрый, хороший способ. Мы немножко проверяем, так, я где нахожусь, как моему телу сейчас. Проверяем, может, у нас где-то зажимы есть, может, у нас там мы устали, может, где-то там плечики там расправили как-то там, поняли, что сутулились как-то. И вот эта проверка тела, может быть, у нас нога затекла, мы давно сидим. Может, то лет хочется, знаете, а мы себе как будто бы в этом забываем о теле. Или пить, да. Поэтому несколько раз в день мы возвращаемся в тело, проверяем. Как мне сейчас, да. Мне сейчас жарко или холодно? Может быть, там ветерок приятный какой-то. То есть наслаждаемся, возвращаемся в момент, в сейчас, который происходит, и пытаемся как-то улучшить свое состояние в этом моменте. Мы себя проверили, сели, допустим, более удобно, попили. Или заметили, как вокруг вообще красиво и хорошо. То есть это тоже можно как упражнение, да? Да. Несколько раз в день, это было бы здорово. Что еще мы можем делать? Да, я прямо уже жду новых заданий на укрепление, на появление и укрепление новых нейронных связей. Давайте начнем с того, что мы можем делать самое простое. У нас всегда есть наши руки, нам не нужна какая-то дополнительная атрибутика для этого. Ладошки. Смотрите, берем большой палец и по очереди соединяем с каждым следующим пальцем. Вперед и назад. На другой руке тоже. Вперед и назад. Пока все подозрительно просто. Да, а теперь мы берем две наших руки и начинаем. Одна рука у нас начинает с указательного пальца, а другая с мизинца. Вот оно началось. И мы в обратном порядке проходим. Вы будете замечать одновременно. Вот, теперь назад. Периодически можете замечать, что руки включаются в симметричную работу. Это нормально, ничего страшного. Так у вас отлично получается. Годы игры на фортепиано. Да. Следующее, что мы можем сделать, тоже руки. Вот мы попробовали разделить пальчики. Вот это мне сложно. Да, вот это я знаю, что это мне сложно. Да, да. Если мизинцы получаются. Давайте тогда пробуем просто по очереди. Кому сложно, просто пробуем по очереди сделать. Сложновато. Давайте попробуем два пальчика согнуть. Два. Два. Попробуем. Ага. Вот оно, вот оно сложно. Вот теперь сложность. Да, можно помочь. Можно. Ну, на первом этапе можно помочь, да. Вообще не надо помогать, да. Да. Верхние пальчики попробовали, нижние попробовали отдельно. Ага, видите, вот уже какое-то усилие. Уже усилие и начинает получаться. Да, постепенно начинает. То есть мы никуда не торопимся, мы не ругаем себя, если что-то не получается, ничего страшного. Что-то, что мы делаем первый раз, мы просто тренируемся, это наша такая игра для нашего мозга, мы его так развлекаем. Следующее, смотрите, попробуем, если вам это сложно, на одной руке мы два нижних пальчика берем и делаем вот такой заборчик, соединяем. Соединили. Ну, только повыше поднять, чтобы не перекрыть. Вот, 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 красиво. Да, я тут смотрю, что картинка. Этот пальчик можно убрать. Следить немножко. Это пока, видите, пока собрали, все построили уже, ух ты, мы уже молодцы. Да, я делаю это в первый раз, просто чтобы было понятно. Потом мы меняем заборчики. Так, это очень сложный фитнес для мозга. Так, если это сюда, то это сюда. Так, поставили один на другой, пальчики верхние большие сложили аккуратно. Ну, можно их просто сверху, да. Я просто понимаю, что это правда требует, ну, очень большого вот такой концентрации внимания. Да, да, да. Причем это может занимать, вы сами видите, 2-3 минутки. С каждым разом будет получаться все лучше. То есть не нужно думать, что все, я это не могу, значит, я делать не буду. Все все могут просто немножечко попробовать потренироваться. Ну, вот, я еще хочу задать вопрос, который наверняка зададут многие наши зрители. Ну, какой вот прок-то вот с этого? То есть одно дело, я там кроссворд разгадываю и что-то вспоминаю, да. А вот это-то как работает? А это тоже влияет на наш мозг? Ну, у нас мозг вообще-то в нашем теле находится. И мы часто забываем о теле вообще, о чем мы с вами сегодня говорим. Мы интеллектуальную деятельность какую-то себе находим. Мы работаем, мешаем кроссворды. Но забываем про тело. Не обязательно заниматься какими-то сложными физическими упражнениями. Даже то, что вы сделаете вот это, межполушарное взаимодействие развивается при этом. Там наш мозжечок, там где-то, если равновесие подключается, если мы еще там, если потом стоя на одной ноге, это будем делать, еще и равновесие подключим. Вообще прекрасно. Ну, как-то с этим более-менее понятно. Во всяком случае, задачи понятны. Еще какие-то у нас будут сегодня упражнения, задания? А следующее нам понадобится лист бумаги, допустим, и ручка карандашик. Нам нужно разделить лист бумаги на четыре части. Четыре у нас будут квадраты, допустим. В первом квадрате, прямоугольнике, мы пишем, ну давайте, ваше имя Наталья. Допустим, я пишу свое. Наталья. Да, вот такими печатными буквами. В следующем прямоугольнике нужно написать это же слово, только как будто бы оно отражается в зеркале. Все буквы должны отражаться в зеркале. Это сложно. Для начала можно брать какие-нибудь короткие и простые слова. Потом можно брать длинные и посложнее. Ну, здесь мне легко, здесь мне легко, потому что буквы симметричные. Теперь в нижнем прямоугольнике точно так же, как будто это теперь зеркало отражает вниз. Сразу, да? Да, хочется перевернуть голову, да? Хочется перевернуть голову. И посмотреть с той стороны. И вот особенно вот эта вот буква будет наиболее сложная. Наверное, вот так. Ой, а это будет еще сложнее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же ее представить? Никто мне сейчас не поможет. А я пропустила, мне вот подсказывает режиссер, что я пропустила букву А. Вы первый раз делаете упражнение. Видите, каждый раз говорим себе. Да, да, да. Ошибки – это нормально. Может быть, вот так? Вот, получилось. Но мы можем не делать последний квадрат. Да, ну, в общем-то, это правда. Потому что там будет еще сложнее. Теперь у нас вот это слово должно будет отражаться в зеркале и выглядеть там уже совсем по-другому. Да. Ну, в общем-то, да. Не просто. Но, опять же, я могу сказать, что работа, опять-таки, идет очень мощная и очень такая хорошая. Да, да. Ну, что-то еще сделаем? Или пока на сегодня приостановимся и можем немножко еще поговорить? Ну, давайте попробуем еще упражнение. Еще одно тогда сделаем. У нас есть время. Тоже простое. Ничего нам для этого никакого оборудования не нужно. Мы ставим впереди палец и смотрим на него. Фокусируем на нем оба глаза. Сфокусировались. Теперь мы уводим его в сторону. И не поворачивая головы, не поворачивая головы, следим за пальцем. Только взгляд сфокусировали. Такое упражнение, по-моему, неврологи предлагают на осмотр. Да, да. Ну, мы можем... Это просто все. Следить получается, все хорошо. Теперь закрыть другой глаз. Один глаз закрыть? Рукой можно закрыть, чтобы не подсматривать. Так будет удобней. И продолжить это упражнение. Так же выполнять. Так. Фиксироваться по центру. Зафиксировались. А, головой не вращать. Только взглядом. Ну, видимо, сейчас поменять глаз, да? Ну, теперь еще следующее. Подождите. Следующее, что можно усложнить, если легко получается. Мы сейчас не будем, потому что мы тут на каблуках немножко. Поднять противоположную ногу. То есть, если вы это делаете левой рукой, закрыть левый глаз и поднять. А, левый глаз закрыть нужно, да? Или неважно какой? Правый глаз. Правый глаз. И правую ногу поднять. И поднять правую ногу. Так, ну, я пытаюсь это все-таки сделать. Мы подключили мозжечок. Мы удерживаем. Ведь у нас две задачи. И продолжаем следить за взглядом. Да, все, все можно. Это правда сложно. Да. Это правда сложно. Это многозадачность уже. То есть, вроде бы, первое упражнение, кажется, очень легкое, все легко делается. Чем больше мы добавляем усложнений, тем больше напрягается наш мозг. Тем больше он радуется тому, что он наконец-то получил какую-то интересную задачку. Он в этот момент может хорошо поработать и сделать что-то непривычное. Не то, что он уже тысячу раз сделал и может сделать автоматически. Да, значит, еще раз делаем вывод, что нам важно уходить от привычного, пробовать что-то новое даже в мелочах. Там вот, да, даже вот этот классический совет, да, если вы чистите, держите зубную щетку правой рукой, да, возьмите ее в левую, попробуйте почистить зубы левой рукой. Ну, понятно, что, может быть, качество от этого будет немножко хуже, время уйдет больше. Но то, что мозг станет как-то более, не знаю, можно сказать, пластичным, да, образуется новая нейронная связь, это точно, да. А новые нейронные связи, это, ну, какие-то новые возможности, да, это, наверное, какие-то, может быть, новые решения, да. Профилактика деменции, давайте так скажем. Прекрасно, да. Профилактика деменции, действительно. Мы же хотим не просто жить долго, а еще и быть в здравии, да, в здравом уме и твердой памяти. Елена, большое спасибо. Ну, опять, прекрасные простые упражнения, которые, на первый взгляд, кажутся простыми, но попробуйте их сделать. И, мне кажется, еще, да, делаем акцент, что их хорошо делать в компании, их хорошо делать вместе со своими детьми, с друзьями, на какой-то даже вот вечеринке, на какой-то встрече. Это правда, это весело, это увлекательно, и это очень полезно. Елена, большое спасибо. В студии у нас была нейропсихолог Елена Панкова. Мы делали зарядку для мозга. Мы делали зарядку для мозга.